Музыка Привет! С вами Рома. Так как Аня немного заболела и находится на карантине, её рубрику «Стырил я». Проверим лайфхаки из ТикТока. Поехали! В морозилку отправляем сметану и кефир. Спустя сутки в морозильнике открыли, запекали в марлю и дали стечь около суток, наверное, полусуток. И у нас получается отделилась сыворотка, а это должно превратиться в сыр «Филадельфия». Сначала попробуем «Филадельфию» из сметаны. Вот такая масса у нас вышла. Перекладываем её в пиалку. Чуть-чуть подсаливаем. Добавляем два зубчика чеснока и немного укропа. И хорошенько блендерим. Со сметаной сделали, теперь пробуем с кефиром. «Филадельфия». Также выкладываем. Также два зубчика чеснока. Укроп. И соль. Бли-бли-бли! Ну что, мы сделали этот сыр «Филадельфия» или творожный сыр. Это у нас из сметаны, этот у нас из кефира. Есть покупной. Попробуем разницу. Это вообще... Это съедобно, но очень кисло. Чёрный тоже какой-то кислый. Но если так на бутер какой-нибудь намазать, то сойдёт. И покупной. Ну, покупной сразу видно, у неё консистенция другая. Но вкусы совершенно разные. Вот это намного вкуснее, чем то, что мы с вами сделали. И как говорят насчётки, то, что заменитель сыра «Филадельфия» вообще нет. Полный шлаг. А как просто какой-нибудь типа соуса, то ещё куда не шло. Ты пойдёшь пробовать? Да. Как у нас не сетки воды. Нет, ну вообще не видно. Вот этот кислее, чем вот этот. Покусы. Они одинаковые. Покупной всегда лучше. Вот такая шляпа. В общем, лайфхак рабочий, но непонятно, куда это использовать. Но бутик с рыбой. Вот, кстати, как я. Тонберг. Отпуск. Вот это всё. Продолжение следует... Тонберг. Продолжение следует...